Движение вверх показывает наш регион во всероссийском рейтинге по числу суточных заражений. К сожалению, есть и случаи летального исхода. Оба в Новом Уренгое. Подробности ситуации с коронавирусом в регионе и не только расскажем в нашем сюжете. 191 новых случаев ковид обнаружили в регионе. Прирост дают Нову Уренгое 50 человек Таркас-Алей и Ноябрьск, где коронавирус подтвердился в общей сложности у 54 человек. На месторождениях новых заболевших 46. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, развернутый в городе, продолжает работу практически в круглосуточном режиме. В первой поликлинике открыли дополнительное приемное отделение. Прием в каждой смене ведут 4 врача. Дополнительные площади позволили разделить потоки пациентов, вахтовых рабочих с месторождений и новорингойцев, которых направляют терапевты. Пока же временно, уже ко вторнику, на территории больничного комплекса должна появиться оборудованная палатка для комфортного ожидания приема врачом новорингойцев, направленных на осмотр и госпитализацию. Такое поручение дал замглавы региона Андрей Воронов. Ямал все еще держится в десятке регионов с наибольшим суточным приростом. В больницах округа госпитализированы 826 пациентов. 26 из них в тяжелом состоянии, трое в крайне тяжелом. 13 пациентов на аппаратах ИВЛ. В округе есть и летальные исходы. Их два, оба в Новом Уренгое. В стране динамика развития COVID-19 остается стабильной. Более 6 тысяч человек за сутки. Мы продолжаем следить за ситуацией в стране и в округе. На этот раз общественники во главе с заместителем губернатора Андреем Вороновым посетили микрорайон Восточный, где сейчас строят детскую поликлинику. Главная цель визита – проверить, соблюдают ли строители масочный режим. Все оказалось не так хорошо, как хотелось бы. За что подрядчик и получил по заслугам. Несмотря на дождливую погоду, оперативный штаб посетил северную часть города, где идет строительство детской поликлиники с женской консультацией. Само здание рассчитано на 1300 посещений в день. И по контракту строительство должно завершиться уже к концу 2021 года. Но заместителя губернатора Андрея Воронова волновало совсем не это. Я не пришел в стройку проверять. У тебя масок нет? Путин работает. Немедленно. Оденьте маски. У нас пока строители не болеют. А если произойдет? Полтание есть. Главная цель его визита в Новом Уренгое – это наладить сложную ситуацию в городе и не допустить дальнейшего распространения коронавируса. Чего вас должно напугать-то? Я не понимаю. Ну что ты улыбаешься? Чего должно напугать вас, чтобы вы людей берегли своих? И себя, и семья. Следующей точкой стала Новоуренгойская городская больница. Там рассказали про компьютерную томографию. Такой аппарат у нас один на всю больницу. И поэтому было принято решение закупить еще один дополнительно. На всех людей одного не хватает. Предложений на рынке достаточно. Мы изучаем самое оптимальное и лучшее. Для нас самым важным критерием, как вы понимаете, является время. Самое короткое сейчас две недели предложение. Самое длинное – 8 недель. В принципе, все модули достаточно адекватные, адаптированы даже к условиям Арктики. Я думаю, что в ближайшее время, как только выйдет согласие на выделение дополнительного финансирования, будет закуплен модуль и доставлен сюда. За весь период COVID-19 на территории города Москвы мы активно занимались перепрофилированием стационаров, госпиталей, открытием обсерваторов, лечением. Поэтому опыт, который мы накопили за эти три месяца на базе Москвы, мы готовы поделиться с вами здесь. Ситуация, конечно, здесь на данный момент пока еще неоднозначная. Хочется отметить, что, к сожалению, социальной ответственности среди населения мы активно и не заметили. Масочный режим среди населения не соблюдается. Также врач добавила, что население относится к происходящему без должной ответственности. То ли не верят в коронавирус, то ли относятся поверхностно. Пока сама Полина Ваганова это еще не поняла. Но в любом случае медики работают в авральном режиме. И это огромная нагрузка для них. Как моральная, так и физическая. При этом они не теряют бодрость духа. Вероника Самошкина, Андрей Тихонов, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. 3 июля Андрей Воронов также встретился с прибывшими в Новую Рингой представителями Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности округа. Им предстоит в составе регионального штаба провести работу по нескольким направлениям. Это контроль за въезжающими, составление протоколов за нарушение масочного режима и работа с обсерваторами, которые находятся на территории города. Новоуренгойцы уже, конечно же, обратили внимание, что вокруг центральной городской площади появилось железное ограждение. А на самой территории идут строительные работы. Впервые за всю историю Нового Урингоя там проведут глобальную реконструкцию. Что появится на площади уже этим летом, расскажет Вера Баранова. Уже к концу лета центральную городскую площадь будет не узнать. Строители установят новые опоры освещения и заменят покрытие. Вместо привычного асфальта здесь появятся специальные гранитные плиты, подготовленные к ямальским морозам. Размер их 600 на 600, толщина 8 сантиметров. Так что зимой на площадь сможет спокойно заехать тяжелая техника для уборки снега, и гранит не повредится. Скользко тоже не будет. Плитка не полированная и термообработанная. У материала шероховатая поверхность. Подобной практики еще никогда не было в городе. Подрядчиком реконструкции выступил Уренгой Дорстрой. В этом году только сама площадь 7300 квадратов. Замена, вот мы сейчас проводим фрезерование основания, потом подготавливаем основание под плитку и начинается монтаж плитки. Перед этим также будут выполнены работы по прокладке кабельных сетей, молоточных сетей, для того, чтобы без проблем можно было в зимний период елки подключать, какие-то музыкальные оборудования, чтобы уже не тянуть провода. Будет удобно, в каждом месте подключился и все. Идея обновить площадь родилась еще два года назад. Тогда даже провели конкурс на лучшие предложения от горожан. В итоге из предложенного отобрали самое интересное. Проект серьезнейший. Это сердце города. Подрядчик надежный. Нам в этом плане повезло. По большому счету все глобальные проекты, которые велись в городе по комфортной городской среде, выполнялись именно Уренгой Дорстроем. Поэтому каких-либо опасений, что будут срывы, либо еще что-то у нас нет. Проект реконструкции включает два этапа строительства. Сейчас ведется первый. Его планируют завершить уже через три месяца. На объекте работает 17 единиц техники и 34 рабочих. Дважды в день им измеряют температуру, строгий контроль за дезинфекцией и ношением масок. У нас на сегодняшний день на предприятии приказом введен масочный режим. Мы стараемся больше уделять внимание, чтобы именно смотреть за здоровьем людей. Потому что действительно бывает заболевает. И нам сейчас это нельзя, потому что объемы очень, так сказать, амбициозные. Амбициозные – не то слово. На втором этапе строительства здесь появится павильон для торговли, прогулочная зона, лавочки, беговые и велодорожки. Украсят обновленную площадь арт-объект, светящаяся надпись «Новый Уренгой», а также различные фигуры, символизирующие наш край. Первый этап – это непосредственно центральная площадь. И вторая – это перемычка от 26-го съезда до сопряжения с первым этапом. Второй этап планируется проводить конкурс, я думаю, наверное, начало следующего года. Скорее всего, сейчас есть ряд вопросов и предложений у жителей города. Скорее всего, будут еще раз проводиться общественные слушания. После этого, может быть, возможно, какие-то коррективы по существующему проекту. Первое пожелание «Новый Уренгойцев» уже услышали. Позаботились о сохранении деревьев. Вырубать их не намерены. Вербаранова Андрей Тихонов, телерадиокомпания «Сигма», для НУР-24. На сколько процентов вырастет коммуналка? И на что пойдут деньги от повышения коммунальных тарифов? Разбираемся в новостях ЖКХ. И все-таки они вырастут. Коммунальные тарифы на Ямале с 1 июля повысятся на 4%. Хотя на федеральном уровне всерьез обсуждали заморозку цен на услуги ЖКХ. Видимо, посчитали, что заморозка тарифов в Арктике – это бездравственно. Людям и так холодно, поэтому цены на воду, газ, отопление и вывоз мусора решили подогреть. По сравнению с некоторыми регионами мы легко отделались. В Москве, Якутии и Омской области коммунальные услуги стали на 5% дороже. В Чечне – на 6,5%. Самая маленькая индексация в Нинецком автономном округе. Эти деньги могут потратить на умные счетчики. С 1 июля в наших квартирах невезде на выборочном начнут появляться приборы учета, которые будут сами передавать показатели на серверы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Устанавливать их будут поставщики ресурсов, вроде как на собственные деньги. Отвечать тоже они, но обольщаться по этому поводу не стоит. Стоимость приборов и проценты по кредиту на их покупку наверняка лягут в тарифы следующих лет. То же самое будет касаться водяных и газовых умных счетчиков, которые начнут устанавливаться в перспективе. Умные счетчики – часть глобального плана по цифровизации системы ЖКХ. Как сообщают известия, по инициативе Минстроя все данные о многоквартирных домах занесут в государственную информационную систему. Это и техническая документация на строительство и реконструкцию, и места, где хранятся ключи от общего имущества, электронные коды доступа к оборудованию. Управляющие компании могут обязать регистрировать заявки на услуги в цифровом формате. Новые меры помогут снизить уровень коррупции в коммунальном хозяйстве. Может быть. В Новом Уренгое продолжают промывать сети холодного водоснабжения. 6 и 7 июля работы будут вестись в микрорайоне «Дружба», 8 и 9 – в микрорайоне «Советский». Следите за стендами объявлений в подъездах ваших домов, где обязаны сообщать точную информацию о подключениях. Ну а мы остаемся подключенными к вашим проблемам. Сергей Рунькотеля, радиокомпания «Сигма» для НУР-24. 3 июля по всей России прошли первые экзамены ЕГЭ. Школьники сдавали географию, литературу и информатику. Как прошел экзамен в Новом Уренгое, учитывая условия режима самоизоляции, расскажем в сюжете. Ребята волнуются на расстоянии, держат дистанцию в полтора метра и не собираются большими группами. 3 июля школьники всей страны сдают экзамен по географии, литературе и информатике. Последняя, кстати, оказалась самой популярной среди предметов на выбор у новоуренгойцев. Ее выбрали свыше 100 человек. Потому что это сейчас перспективно. И выбрав информатику, математику, мне кажется, можно найти в несколько раз больше профессий и возможностей для себя, чем выбрав остальные гуманитарные предметы. Ну, это лично мое мнение. Ну, мне просто это нравится. Мне нравится даже ЕГЭ решать, не говоря уже про саму профессию. 2020 год стал для 11-классников настоящим испытанием. Сначала дистанционно завершили учебный год, а сейчас к строгим правилам сдачи ЕГЭ добавились рекомендации Роспотребнадзора. Проведение ЕГЭ организовано по всем правилам. На входе участникам измеряют температуру, выдают перчатки или маску, если вы оставили их дома, и обрабатывают руки дезинфицирующим раствором. Известно, что электронные бесконтактные градусники иногда ошибаются. На этот случай здесь заготовлены обычные ртутные термометры. Рядом дежурит врач. Если у школьника вывед повышенную температуру, его тут же определят в обсерватор, отдельный кабинет, чтобы не было возможности контакта с другими ребятами. Если доктор подтвердит ОРЗ или ОРВИ, ученику выдается специальный документ, позволяющий сдать ЕГЭ в другие дополнительные дни. Впрочем, в Новом Уренгое сегодня эта мера не понадобилась. Все прошло без неожиданностей. Я очень благодарен и педагогическим работникам, которые изменили сроки пребывания в отпуске и подстроились под режим проведения единых государственных экзаменов. Мне бы хотелось пожелать всем удачи, успехов и хорошего прохождения всей поры сдачи экзаменов. По традиции школьники прошли через металлоискатель и сдали свои мобильные телефоны. В кабинетах ребят рассадили особым образом не более 10 человек в аудитории. Парты расставлены на расстоянии полутора метров. При регистрации ученик сам разворачивает страницы паспорта, контакта с педагогом нет. В коридорах кулеры с одноразовыми стаканчиками. Мы как педагоги готовы провести этот первый экзамен на высоком уровне. Вообще процедура проведения государственной итоговой аттестации нами, педагогами, уже доведена до автоматизма. Но прежде всего наша основная задача это создать максимально безопасные условия для детей и взрослых. Существенное отличие в этом году и в работе общественных наблюдателей. Они контролируют процесс из штаба с помощью видеокамер. Если в прошлом году общественный наблюдатель имел право заходить в кабинет и наблюдать за процессом в кабинете, в этом году общественный наблюдатель может наблюдать только за процессом и в коридоре, за процессом приема и в штабе на моменте сканирования. В кабинет общественный наблюдатель заходить не может, так как сразу нарушается социальная дистанция полтора метра. Географию и литературу юные жители Нового Уренгоя сдавали в гимназии. Итоговые работы всех школьников отсканируют и отправят на проверку в Салихард. Результаты экзаменов озвучат не позднее 17 июля. Мирбаранова Андрей Тихонов, телерадиокомпания «Сигма», для НУР-24. На Ямале за проведением ЕГЭ наблюдают 730 камер. Их установили в 48 школах региона. На следующей неделе школьники будут сдавать русский язык. 6 и 7 июля. А далее уже не про ЕГЭ, а о знаковых для региона событиях и важных изменениях для путешественников. Все это в новостях короткой строкой. Росавиация запретила международные полеты до 1 августа. Речь идет не только об ограничении на выезд за рубеж, но и на въезд иностранцев в Россию. Напомню, международное авиасообщение полностью приостановилось с 4 апреля. Исключением стали только вывозные рейсы, которыми россиян возвращали на родину. А с 8 июня правительство разрешило выезд за рубеж по рабочим поездкам для ухода за больными родственниками для лечения или обучения. Мост через Пур назовут Пуровским. Название для долгожданного моста выбирали жители Пуровского, Тазовского и Красносельковского районов, которые чаще всего будут им пользоваться. За вариант Пуровский мост проголосовали 57% жителей. На втором месте с результатом почти 30% Уренгойский мост. 13,5 голосов удано за название Заполярный. В голосовании участвовали более 23 тысяч человек. Бурые медведи на Ямале все охотнее идут на контакт с людьми. Фиксируют это в любительских съемках северяне из разных городов региона. Нашу редакцию тоже прислали занимательное видео. Новоуренгойц заснял встречу с парой косолапых, которых встретил по дороге Новоуренгой Пангоды. Косолапые агрессию не проявляли, а только любопытство. Твори добро онлайн. Благотворительный марафон в Новом Уренгое перешел в новый формат для помощи нуждающимся детям. Свои традиционные выставки и мастер-классы волонтеры проекта проведут в прямом эфире во ВКонтакте и Инстаграм до 31 июля. Задача – собрать 1,5 млн. рублей для помощи 15 детям Нового Уренгоя с нарушением опорно-двигательного аппарата. Лала Гасанова, Террадио, компания «Сигма» для НУР-24. Северная природа, радуга и поправки в Конституцию взволновали ямальские социальные сети на этой неделе. Горячие виртуальные новости в рубрике «Онлайн». В эту среду виртуальный Ямал разделился на два лагеря. Одни записывают возмущенные истории, другие скромно постят бюллетени с галочкой в графе «Дам». Как говорится, у каждого есть право на свое мнение, если оно выражается в рамках закона, конечно же. Кучу лайков собрали на этой неделе фото на Уренгойской радуге и видео, кстати, тоже. Кое-кто не поленился и записал таймлапсом. Спасибо Таис Гордеевой за шикарное видео. Наталья Пось любуется красотой северной природы. Я бы и сама не отказалась погонять по тундре на квадроцикле. Артем Лесников вот не растерялся. Победитель проекта «Бойся» выложил в Инстаграм покатушки на самокате. Яна Врублевская в рубрике онлайн еще не появлялась. И даже удивительно, почему Яна любит печь и выкладывает в своем профиле кучу вкусных рецептов. Техасские булочки, хлеб пита, печенье с пармезаном, заливные пироги. Все это вы тоже сможете приготовить, если подпишетесь на Яну. Смотрим онлайн и не жадничаем. Авторам постов, поверьте, очень приятно получать красные сердечки. Тем более, что мы плохого не покажем. Спишемся в социальных сетях. Из учителей в предпринимателе. Анжелика Казакова занимается бизнесом больше 10 лет. И не собирается опускать руки. Новая история в проекте «Прививка от кризиса». Очень большая мечта, очень большая мечта, чтобы наши уренгойские мужчины были очень красиво одеты. Меня зовут Казакова Анжелика Палуна. Я владелица магазинов «Примадонна», «Дольчевита», «Дон Жуан», где мы сейчас находимся, и бутика в деловом центре «Малкер. Красота и роскошь». В прошлом я педагог, но в 90-е годы было очень сложно. Все как-то находили себя. И я нашла себя в торговле. Первая эмоция – это была шок, отрицание. Я, конечно, не думала, что нас закроют на такой долгий период. Но потом я решила взять себя в руки, потому что за моей спиной стоит коллектив. Мы начали импровизированные показы. В общем, как-то мы вот так начали продвигать через интернет. Конечно, у меня была такая мысль, паника была, я честно признаюсь, по поводу сокращения. Но вспомнив свой коллектив, я поняла, что распустить это можно за один день. Но набрать такой замечательный коллектив я уже, наверное, не смогу. Мне не положена никакая помощь от государства. Единственную помощь, которую оказали, это дотация на выплату заработной платы. Но я привыкла всегда надеяться только на себя. И думаю, что, наверное, есть люди, которые более нуждаются. Так как у меня все магазины в собственности, мне в этом смысле очень-очень повезло. А в деловом центре мне пошли навстречу, и нам, конечно, снизили выплату арендной платы. Нужно всегда иметь подушку безопасности. Это точно. По минимуму влазить в кредиты. И, конечно, развиваться, обучаться, идти вперед. У меня заказана новая осенняя коллекция. Буду продавать. Когда сидели дома, соскучились, это даже какая-то моральная душа, сходить в магазин. Вот что-то это все нужно. Нужно для даже эмоционального настроения всех. И у меня все новости к этому часу. Передаю слово в соседнюю студию моей коллеге Любови Ломака. Она расскажет вам сводку криминала и происшествия за сутки. Не болейте, соблюдайте социальную дистанцию и берегите себя. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова